Школьная 82А. Здесь находится отделение почты, которое, по словам наших телезрителей, работает из рук вон плохо. Помимо бесконечных очередей, адресатам корреспонденция не доставляется. В чем дело, давайте спросим у сотрудников отделения. Зайдя внутрь, мы увидели привычную для большинства почтовых отделений картину. Длинную очередь, которая начинается еще у дверей. Но нашей главной целью было выяснить, почему корреспонденция не доходит до адресатов. Можете сказать, почтовое отделение всегда работало без перебоев? Без перебоев. Люди просто говорят, что почта не приходит на Школьную 72А. Почта разносится по всем почтовым ящикам. Такой вопрос возник не случайно. К нам на телеканал обратилась жительница Школьной 72, в которой уже полтора месяца не приходят письма. В 8 лет женщина не выходит из дома и самостоятельно выяснить причину не может. А тем временем квитанции за коммунальные услуги и прочие важные уведомления до нее не доходят. Почта вообще не доставлялась. Числа с 20-го, по-моему, 18-го или 20-го последние пришли. С сентября. Я ведь где звонила, на почту звонит, там никто трубку не берет. Валентина Никитична не одинока в своем несчастье. Корреспонденция не приходит и на бульвар Зеленой аллеи. Несколько месяцев Евгений ждал письмо из налоговой службы. И только сам, придя в отделение, обнаружил. Долгожданная весточка с мая лежит на почте. Только в августе, в конце августа получил корреспонденцию из налоговой. Не приходят никакие ни квитанции, ничего. То есть я сам сюда прихожу и ищу. Искать свои письма для жителей, чьи адреса обслуживает это отделение почты, начинает входить в привычку. Люди уверены, здесь просто отсутствует система сортировки корреспонденции. Поэтому она так долго или вовсе не доходит до почтовых ящиков. Письма мы сами ищем в коробках, как бы ничего не разносится. А посылку по 40 минут они ищут, одну посылку. Тем не менее, как бы нужно на работу, мы постоянно опаздываем. Дома не дождемся и здесь мы просто убиваем свое время. Сотрудники отделения так и не пошли с нами на диалог. Поэтому мы решили обратиться в пресс-службу управления Федеральной почтовой службы Московской области. Откуда получили официальный ответ. В настоящий момент в отделении связи 142-703 существует ряд вакансий. На время отсутствия постоянных работников оформлено совмещение над действующий персонал отделения. Доставка корреспонденции осуществляется в полном объеме. Домодедовский почтамп принимает все меры для укомплектования штата отделения связи. В связи с некомплектом штата в отделении установлен временный режим работы. Объявление о временном изменении режима работы отделения связи размещено на доступном для клиентов месте при входе. УФПС Московской области приносит свои извинения клиентам за причиненные неудобства. Выходит, что все это лишь временные трудности. И проблемы людей скоро уйдут в небытие. Юлия Погасян, Евгений Петров, Анастасия Нархонова, ВИДНТВ.